Ладно, мы отвлеклись, извините, нам пора вернуться в гривенский аул. Да, возвращаемся. Итак, ну поселились они, все, наладили вот эту систему службы в Черноморском казачьем войске добровольную, то есть кто-то служит, кто-то не служит, живут просто как вольные поселенцы и, кстати, на тему их стиля и образа жизни. Но, естественно, никто их не принуждал никакому там христианству. То есть они продолжали жить уже привычные свои переверженности к исламу. Даже вот если мы упоминали, что для анапских натухайцев хотели мечеть построить. Не построили. Ну, мула был, там богослужения были, проповеди, все было, но вот такого прямо здания не успели. А вот в гривенском ауле деревянную мечеть в одном этаже, как в документах было написано, ну, в 1839 году возвели. Кстати, вот опять же, какие-то мелкие интересные подробности о гривенском адыгах, ну, много кто писал. Например, можно вспомнить Аюба Чемсо. Ну, книга у него была, ну, ныне покойным уже, к сожалению, но вот такой адыгский краевед, историк, написал о гривенском ауле книгу. Опять же, мы говорили в предыдущих выпусках о историке кубанском Егоре Братсуне. Егор Братсун тоже много писал про гривенских адыгов. Но, тем не менее, вот как у них жизнь шла. Кстати, мы говорим АУ, да, гривенский АУ, а он тоже, как этот, суворово-черкесский поселок, как только не назывался. То есть, например, в 1842 году, когда было принято положение о Черноморском казачьем войске, ну, то есть, законодательный документ, там, база административная, вот гривенский курень уже был. То есть, гривенский курень, потому что в Черноморском войске термин «станицы» как раз возник вот в 1842 году, когда гривенский АУ, потом был гривенский курень, а вот в 1842 года, получается, была гривенско-черкесская станица. То есть, уточнение. И, кстати, сыновья вот этих вот черкесских гривенских казаков, они обучались в войсковых училищах. Так, например, черкесских юношей, которые закончили курс обучения в приходском училище в 1849 году, в станице Полтавской, было предопредложено, ну, определить гривенскую службу, чтобы они карьеру свою делали дальше, потому что, ну, АУ нужна своя администрация. Ну, то есть, управлять же над АУом документы, переписка, общение с вышестоящими организациями и так далее. И, кстати, опять же, мы упоминали, что станица Новоджирелиевская была, где тоже вот черкесские казаки жили. Да, правильно. В 1848 году 50 семей гривенских черкесов переселили в станицу Новоджирелиевскую. Ну, то есть, как бы, немножко их как-то... Ну, может быть, АУ уже стал какой-то достаточно такой, ну, крупный. То есть, разукрупнили, короче. То есть, часть гривенских адыгов переселили туда. Вот, ну, как-то так. И в чем вооружалась-то их военная служба? А, ну да, то есть, конкретно, как они служили, как они воевали. Ну, отдельные гривенские адыги служили при конных полках и пеших батальонов черноморского казачьего войска. То есть, не было какой-то вот прям постоянной военной такой, ну, структурной единицы, где вот служили только гривенские адыги и все. То есть, их распределяли тогда и куда надо войсковому начальству. Например, ну, там, по нескольку человек, давайте придадим вот конному полку или мемпешему батальону, пусть они будут разведчиками, проводниками, они же хорошо знают закубанскую местность, то есть, пусть они вот будут, ну, как бы, служат таким образом. Начинали они служить рядовыми казаками, ну, никакого военного специального образования в них не было. То есть, они поэтому и начинали службу с низов. То есть, но при этом многие дослушивались до офицерских чинов. То есть, карьера вполне успешная была. Потом, когда аул уже как-то, ну, разрастается, укрупняется, там, где-то уже 1820-е годы, 30-е, начинается более массовая служба адыгов. Обычно они формировали отряд, ну, 100-200 всадников, и опять же, прикомандировались на время походов к экспедиционным отрядам. То есть, экспедиция кончилась, они вернулись в свой аул, то есть, вот это, как это, на кордоне служба, нести вот эту вот повседневную, их не привлекали. Ну, вот, поэтому в основном вся доблесть, она выражалась часто во внешних войнах. Например, в годы Крымской войны 1853-1856 годов они, ну, очень хорошо отметились. На завершающем этапе Кавказской войны в 1860-х годах они в основном служили при частях адагумского отряда. Ну, а так вообще для них учреждали специальные команды гривенских и джирелиевских горцев. Численность обеих команд, ну, обычно не превышала сотни всадников. Вот так они и кочевали из одной военной операции в другую. То есть, там, значит, выполняли свои обязанности, потом следующий. Но при этом, еще раз повторимся, постоянной, обычной, ну, ежедневной, рутинной кордонной казачьей службы они не несли. И, кстати, результатом их службы в рядах, ну, в годы Кавказской войны, в рядах армии, войска, стало, как и у Анапского полуэскадрона, большое количество награжденных различными, там, ну, медалями, наградами, знаками отвеча военного ордена, чинами, урядниками, офицерами многие становились и так далее. Вот вопрос тогда еще возникает. Если упомянули, что учились черкесские мальчики в полтавской станице, училище, да, там было. То есть, получается, так или иначе они, как бы, должны были ассимилироваться? Или как-то обруссение процесса? А, ну, да, вполне как бы логичный вопрос. То есть, дети-адыги учатся, ну, условно, там, в образовательной системе Российской империи, в станичном училище. Так или иначе, ментальность должна немножко меняться. То есть, шел ли у них процесс обруссения? Ну, так или иначе, как раз это повод для юмора. Потому что был такой кубанский историк, ну, генерал казачий, Иван Диамидович Попко. И вот у него, ну, одна из его самых известных работ, это Кубан, пардон, черноморские казаки в их гражданском и военном быту. И он там писал о жизни и службе гривенских адыгов, ну, вот, примерно так. Что, вот, самые инородцы, ну, то есть, черкесы и татары, не будем забывать еще про этот адынский курень, ногайский, да, они в войске, как бы, есть, пишет Попко. То есть, численность их простирается где-то, вот, не дали одной тысячи душ мужского пола, ну, то есть, воины, как бы, казаки, то есть, они в первую очередь, как бы, женщины, дети, он тут их не учитывал. Вот, но они исчезают в общей массе, массе господствующего населения, и они уже достаточно оказачились. То есть, вопрос, значит, ну, как бы, вроде как ассимиляция, то есть, он подтверждает. Но другой вопрос, а из кого состояла эта окружающая масса? Она же не из русских состояла. Они не обрусевали. И, как сказать, вот, что они обукраивались? Обмоворосились. Обмоворосились, что ли? Да. Обукраиванились. Ну, как это так? Обукраинились. Обукраинились, вот, да. То есть, и вот тот же самый Попко на эту тему пишет, что немало удивляется иногда захожий русский человек, когда встречает где-нибудь, ну, где там, ну, в Екатеринодаре на ярмарке идет навстречу ему черкес. Ну, то есть, гривенский адыг. Он, конечно, ну, там, может, завязывается разговор, и он говорит, а он не отвечает языком, там, пырятинского уезда Полтавской губернии. То есть, этот русский заезжий человек думает, что за дива вообще, то есть, ну, нельзя сказать, что пхохол, ну, черкес. Но говорит из рук вон, хоть все падает, ну, говорит хохлатским языком. То есть, то есть, как-то вот, да, вот такие интересные культурные процессы, то есть, они, как бы, немножко малороссами становились, эти гривенские адыги. Ну, конечно, мы тут, как бы, и шутим, и говорим, ну, конкретные исторические факты. Если более серьезно, они, конечно, были, остались черкесами. Со своим особым горским менталитетом, и на эту тему тоже есть факты, примеры. В конце концов, мы упоминали в предыдущих выпусках о бабуковских казаках из бабуковского аула, которые так и не смогли, вот, ну, стать настоящими казаками. Их больше всего напрягала вот эта система, там, строгая дисциплина, обязательность исполнения всего подряд и так далее. И, кстати, один из примеров, это, вот, обратите внимание, это заслуга Виталия. Это результат его работы в Государственном архиве Краснодарского края. Не так давно Виталий нашел интересный документ, ну, как бы, суть истории такова. Это будет рассказ о том, как найденная медаль отставного боцмана помогла поймать и наказать, ну, черкесских хищников, как их называли, то есть преступников и так далее. Ну, по слову похищения. То есть, ну, украли. Украли, похитили и так далее. Значит, это была история, случилась осенью 1833 года, и в ней оказались как раз и замешанные адыги из гривенского куреня. Ну, понятно, что среди них, видимо, оказались те, кто, ну, не мог привыкнуть к этой, ну, относительно мирной и спокойной жизни по российским законам. Можно сказать, что по строгим законам российского государства. Ну, иногда они какие-то там проворачивали свои темные дела, и под это еще часто подпадала, ну, скажем так, горячая молодежь. То есть, когда какой-нибудь там зачистщик что-то там предложит, а потом оказываются виноваты все. Вот так и случилось. То есть, это, ну, реально уголовное дело. Хранится оно в государственном архиве Краснодарского края, там фонд номер... Ну, на экране. Да, фонд там 254, дело там такое-то о проступках гривенских черкес. И, соответственно, если вот ознакомиться с его содержанием, суть такова, что, еще что важно, дело это лично контролировалось наказным атаманом Черноморского казачьего войска, генерал-майором Заводовским Николаем Степановичем. То есть, ну, не все же подряд уголовные дела контролируют лично войсковой атаман. Особенно контролирует. Да, суть такова. Значит, осенью 1833 года, недалеко от гривенского аула, собрались, ну, скажем так, заговорщики. Это черкесы, которых звали Сельмен Томохай, Жашхо Абгузин, родные два брата Тлепсагач и Муса Кобли и Гасепш Таус. Двое из них были такие, ну, уже в летах, старше им было так где-то 28-30 лет. Это были Жашхо Абгузин и Тлепсагач Кобли. И вот они подговорили своих младших, ну, там, младший брат, получается, у одного был, и другие молодые адыги, украсть лошадей у своих богатых соотечественных кафаульчан, ну, и бежать с ними к немирным черкесам на другой берег Кубани. Ну, то есть, скажем так, и поправить свое материальное положение, и, ну, при этом какие-то свои интересы соблюсти. Ну, сказано, сделано, они лошадей там рано утром угнали и помчались, как говорится, к удобной переправе через реку Кубань, то есть, чтобы вот уйти от преследования. Но дело в том, что, ну, не получилось у них уйти, их настигла погоня, казаки их перехватили, прямо на переправе. И поэтому часть адыгов, наиболее такая опытная, старшие, они вот успели до воды доскакать, в реку броситься, начать переплывать, а младшие не успели, их перехватили. Но, правда, из двух вот этих старших адыгов, как бы, ушел только Жашхо Абгузин, потому что Тлепсагач Кобли, он, ну, утонул. То есть, не сумел справиться с течением, с глубиной реки и утонул. Ну, естественно, вот эти младшие адыги оказались в руках казаков, их доставили в тюрьму Екатеринодара, и дело взял под личный контроль, как раз, атаман Черноморского войска. Хотя, тоже, ну, вопрос, ну, украли они лошадей. Ну, вроде как-то кровь там, убийство, ну, вроде ничего не произошло. И, кстати, на самой переправе тоже там никто каких-то поранений не получил. То есть, их связали, там, арестовали, этот утонул, этот убежал, все. Все, лошадей, в конце концов, видимо, вернули хозяином. И, ну, почему такой, ну, как бы пристальный был интерес к этому? А вот почему. Дело в том, что пока вот они украли лошадей, и пока их перехватили на переправе, пошло какое-то время. И на пути своем, между аулом Гривенским и этой переправой, у них на пути стоял небольшой хуторок. Там жил отставной боцман по фамилии Скоро Товенко. Кстати, ну, редкость, конечно, что вот моряк отставной, там, в Черноморском войске, ну, тем не менее, да. Вот он там жил со своей женой Анной, и у нее было две маленькие дочки. Их звали Лукерия и Харитина. И вот в тот день, когда произошла кража лошадей, утром, как потом докладывали кордонные власти, некие черкесы неизвестные напали на этот хуторок бывшего моряка, убили и его, и жену, а дочерей тоже смертельно изранили. Ну, то есть, в итоге они тоже умерли. Но так случилось, что Лукерия, ну, которую тоже порубили, несмотря на тяжелые раны, она сумела добрести до соседнего хутора и поднять тревогу. Вот тогда на перехват пошли все казачьи разъезды и поймали вот героев нашего дела. Ну, был обыск, их обыскали. И вот как раз у Мусы Кобли, младший брат, у которого старший брат утонул, был обнаружен сверток из ткани. Когда развернули, оказалось, что там лежали знак отличия ордена Святой Анны, проще говоря, Аннинская медаль. Ну, это вот такой серебряный кружочек. То есть, награда, медаль, которая обычно давалась за 20 лет усердной службы. И медаль за участие в русско-турецкой войне, недавней, 1828-1829 годов. Ну, как вы понимаете, эти медали принадлежали убитому боцману Скоратовенко. Начался допрос. Ну, эти молодые адыги троя, Муса, Гасепш, Сельмен, ну, конечно, дружно отрицали вину. Они говорили, что вот о том, что оказывается кто-то напарнул на хутор, ну, они не знают. Что, может быть, это были два старших предводителя, они куда-то отлучались, потом вернулись. Вот этот сверток был у одного из них, его отдал Мусе утонувший старший брат. То есть, нас поймали уже на переправе, мы ничего не знаем. То есть, тем более, что там лежало в этом свертке, мы даже не успели посмотреть. Ну, следствие, может быть, бы и дальше тянулось, потому что, ну, действительно, ситуация сложная. Но вот дело в том, что уже умиравшая дочь Ботсмана Лукерия, она вот перед самой своей смертью, ну, немножко очнулась. И ее пытались расспрашивать. И она сказала, что вот перед тем, как в двор, ну, в дом вошли посторонние, какие-то вот неизвестные им черкесы, она вышла, ну, как это, понуждела двор. И видела, что за забором сидят еще три всадника и стоят две бессадников лошади. То есть, получается, два неизвестных адыга зашли в дом, а еще трое их ждало. То есть, это явно говорило о том, что, ну, младшие адыги, вот этот, и младший брат, и его друзья, они были на месте преступления, и они, видимо, участвовали в этом кровавом убийстве. Ну, соответственно, приговор был суровым. Всех троих молодых грабителей, ну, приговорили к ссылке в Тамбовскую губернию. Причем, ну, как суровые, могли вообще в Сибирь сослать. Ну, тем не менее. Вот, Атаман Заводовский сверх того сказал, раз так, раз вот такое тяжелое преступление, кроме ссылки, перед этим их шесть раз надо будет провести каждого через трое со шпицрутанами. Ну, пятьсот палок, ну, шпицрутан-то как палка по-немецки. То есть, дать им по пятьсот палок за каждый проход, то есть, пятью шесть... Две пятьсот? Три тысячи. Три тысячи ударов, ну, это вообще, как бы, огромное число, потому что взрослому сильному мужчине три тысячи ударов выдержать было, ну, абсолютно невозможно. Там и наполовине уже из спины там кровавое мясо получалось. Короче, Сельмен Тамахай выдержал две тысячи восемьсот ударов. Габсепш Тауш выдержал две тысячи четыреста ударов, и после чего их едва живых, еле-еле, значит, остальные удары отменили и отправили в ссылку. А вот молодой, двадцатилетний Муса Кобли, он вообще, как бы, оказался явно не готов к такому наказанию. Он получил всего тысячу восемьсот за четыре прохода, после этого отправили в госпиталь Екатиньодара подлечиться, чтобы там заросло хоть немного, чтобы потом завершить наказание и все-таки его сослать. То есть, вот так жестоко они были наказаны за несоблюдение российских законов и за преступление, ну, достаточно жестокое и суровое. То есть, ну, как бы, в среде казаков, обычных казаков, таких вещей случалось меньше. Или другой факт. В конце концов, ну, бунт, да, это волнение, точнее, можно сказать, сословный бунт простых казаков-адыгов Гривенского аула против своих офицеров-дворян, который случился, ну, в 1844-м, в 1846-м годах это все тянулось. Ну, главная причина была как раз в том, что вот их, как бы, адыгская идентичность, она не совсем совпадала, ну, с казачьим сословным статусом. Почему? Ну, потому что офицеры-адыги из числа дворян, они как-то вообще не могли понять в голову, как это так, у них какие-то, ну, как бы, никаких сословных привилегий нет, что вот такие же из простолюдинов рядовые казаки-адыги, это вот их, как бы, ну, по сословию, ну, равные им люди, да, они на них смотрели больше, как на своих таких, знаете, ну, крепостных пшитлей, то есть, ну, мы дворяне, мы хозяева, а вы наши крепостные. И поэтому свою там казачью односословность с ними, ну, как-то признавать в упор не хотели. Вот, кроме того, как еще поступали эти зажиточные офицеры-адыги? Они вовсю использовали дешевый труд беглецов-новоселов, которые в этот Гривинске убежали из-за Кубани. Ну, у них часто ничего не было, поэтому они искали пристанище вот в хозяйстве этих богатых старожилов, ну, и работали у них, как говорится, за, там, еду и одежду, и постепенно, как бы, получается, ну, фактически становились их крепостными подвластными людьми. И как раз больше всего в этом плане лютовал, вот, упомянутый нами, Пшикуй Магукоров. То есть, больше всего недовольство рядовых обычных казаков-черкесов в станице Гривинской вызывал он. Ну, например, в 1822 году он из партий захваченных за Кубанью пленников часть взял себе, а часть отдал жившему на Тамане татарскому черноморскому казаку Исаулу Султану Селим Гирею. Ну, то есть, вот из этого вот татарского селения Ады, да, то есть, нагайский казак черноморский. Ну, пленные, которые попали к Магукорову, в качестве уже крепостных его, были поселены у него, ну, в доме, на подворье, но, естественно, ни в какое казачье сословие он их не зачислил. Кроме того, раз это такие пленные, несчастные, прострадавшие, им, ну, от правительства, от властей выделялись какие-то там средства, например, деньги на скот, на пестрять, на сукно, на овчины, то есть, чтобы они оделись, чтобы у них хоть какое-то там хозяйство обзавестись. Это он все забрал себе. Вот, то есть, он их использовал в своем хозяйстве, причем истощал непосильной работой, ну, то есть, как-то вот, прям, и довел, как писали, до полного изнеможения. Ну, они, конечно, начали жаловаться, причем в официальных донесениях писалось, что они, ну, находятся в собственном доме господина Магукорова, они крайне изнурены, как через одеяние, так и через побои. То есть, он вот тут проявил свою такую вот дворянскую, адыгскую, крепостническую натуру, ну, может быть, как раз из-за которых, вот, в свое время и шапсугские князья, и окружающие дворяне оказались вне предела своего родного шапсуга, да. Ну, как бы, вот, как гласит дело, что Магукоров даже выгонял маленьких детей из дома, разрешая им ночевать лишь в холодных сенях. Ну, то есть, эти вот дети, там, этих крепостных его фактически уже, там, полуголодные, полураздетые, то есть, пусть ночуют, ну, не в теплой комнате, а там как-нибудь перебиваются. К чему это привело? Что один шестилетний ребенок, будучи полуногой, искал убежище от стужи около огня и, оставшись в ночи, один около печки, ну, то есть, вот, как-то так получилось, да, которая была натоплена с вечера и не бывший никем взят в хату от принуждения стужи, ну, так ему было холодно, что он, ну, замерзал, он влез в эту печку, еще не остывшую. Коева, как написано в документе, к сожалению, нашли на другой день поутру рано испеченным. То есть, ребенок погиб, да, то есть, вообще, как-то, ну, совсем, как бы, нехорошо случилось. Конечно, в Гривенской станице, точнее, в Гривенском ауле тогда этот случай вызвал очень сильное негодование, весь аул поднялся. Этим воспользовался и Саул Гусаров, который, ну, враждовал там с Магукорова на личной почве, чтобы, ну, наконец-таки против него, ну, дело завести. Но Магукоров обладал, как это, он был человек рукопожатый, с кем надо знакомый, поэтому он обладал значительным влиянием, поддержкой военных властей, поэтому следствие тянулось аж до 1827 года безрезультатно. Пока, ну, Есоул Гусаров не умер и все, как бы, дело за этом прекратили. Причем, в целях оправдания Магукорова, дворяне-адыги станицы Гривенской дали показания о том, что, ну, пленные, которые находятся у Магукорова, там у них все есть, они полностью удовлетворены и вещами, и рабочий скот у них есть, и никаких притеснений они не терпели от него. Ну, почему так вот они за него вступились? Ну, наверное, хотя бы потому, что, как вот у Магукорова были такие свои неофициальные крепостные из захваченных пленников, да, это, кстати, было в обход законов. Также и вот у этих, таких же офицеров-адыгов из Гривенского аула, такие же были, ну, где-то человек 120 пленных-адыгов, которыми они пользовались, как своими крепостными, и, то есть, они были, как бы, повязаны этим всем. Более того, пользуясь своим положением в этой, вот, ну, как это говорили, азиатской станице, они стали стеснять права рядовых казаков-адыгов, то есть, они урезали им землю, собственную запашку увеличивали, сенокосы там тоже себе лучше забирали, ну, и вообще какие-то бедные семьи пытались закрепостить. Ну, то есть, вот, и пленников им этих мало, еще вот бедных адыгов пытались, как бы, сделать тоже своими крепостными. То есть, можно сказать, что со временем Магукоров, как говорится, почувствовал вкус власти. Например, он назначил своих людей в станичное правление, без процедуры выборов, ну, то есть, это явное нарушение закона. И вообще заявлял казакам, что по воле высшего начальства я ваш начальник, и вы мне должны во всем повиноваться. При этом, как бы, ну, начальство не особо в курсе было этого. То есть, он все лучшие земельные угодья себе забрал, запретил на этих землях заниматься сенокосами и хлебопашеством бедным простым черкесам, а в особенности выбежавшим из-за Кубани, то есть, вот этим вот неполноправным жителям Гривенского аула. Ну, то есть, вот это он и продолжал дальше. Заставлять работать на себя поселенцев из числа новых беглых крестьян. И вот один из них, шапсукский крепостной крестьянин Пшион Тлепсук, жаловался, когда следствие началось, что после зачисления в списке казаков Гривенской, то есть, все, его как бы сделали казаком, да, но он был взят Магукоровым в качестве работника, трудился на него два с половиной года и получил за это только пять рублей серебро. Ну, вообще ни о чем. Ну, а когда он, Лепсук, пришел к Магукорову и попытался ему напомнить вообще, что как же так, что он казак, и как он сказал, и я нахожусь под покровительством русского правительства, то есть, нельзя со мной так обращаться, как к своим крепостным. Ну, Магукоров сказал ему, что вообще-то запомни, что это я твой бог и царь, и ни на какое там русское правительство не ссылайся. Ну, то есть, такой вот, скажем так, деспотическая азиатская модель власти. Ну, в этом Гривенском ауле была. Это такое бездействие бюрократии. Да. В конце концов, Магукоров допек всех в станице, и началось вот, значит, ну, такие волнения, бунт в начале июня 1844 года. Группа рядовых казаков, которых звали Бату-Ратук, Хабоху-Барен, Балу-Гапач-Жаде, Сахут-Керзеч и урядник Бзекочас-Козик. Или Козик? Козик. Ну, Козик, может быть, или Козик. Ну, я как-то пытаюсь адыгские окончания стали. Козик. Козик прибыли в Тамань и подали коллективную просьбу о том, что Магукорова удалите из станицы, заберите у него власть. Все, кстати, 43 члены депутации вот так вот имели медали и кресты за боевые заслуги. Вот так вот. Ну, и что они просили? Они говорили, разрешите нашему обществу станичному, ну, станице Гривенской, избрать из своей среды атамана и судей в станичные правители. Мы сами хотим, ну, справедливых начальников. А господину Магукорову воспретите самоуправство. То есть, просили они власти. Ну, потом, в сентябре этого же года, 844-го, они подали докладную записку, в которой просили установить у них управление по русскому закону. Ну, то есть, чтобы, если так, то лучше пусть у нас будет станица, как станица, без каких-то вот этих наших привилегий, которыми в ущерб нам пользуются наши вот офицеры-адыги. Мы будем рядовыми казаками, будем непосредственно напрямую подчиняться, ну, властям из Черноморского войска. Ну, короче, вот так вот все было. Ну, войсковой атаман Заводовский в ответ в отношении полковника Магукорова, значит, издал такое распоряжение, что известному преданностью своему правительству, усердием по службе и заслугам, Магукорова в этом обвинять нельзя, и распорядился объявить его оговоренным невинно. Ну, так вот, такой бюрократический беспредел. Ну, Магукоров осмелел, да, начал дальше нажимать на простых соседей, но в итоге кончилось это настоящим бутном, то есть, никогда они там поехали, просьбу подали, письменную жалобу, нет, началась массовая драка. То есть, пошел такой вот уже, как говорится, бунт, уличный бунт, да. То есть, с одной стороны станичная верхушка, с другой стороны простые адыги-казаки. Ну, итог какой? Тяжело избиты несколько человек из числа вот этих сторонников офицерства, дворянства, дома их разрушили, хозяйственные постройки, там все подробно перечислено было, даже вот такой момент, что сломали ограду у двора княгини Ахиджаковой. Ну, то есть, все было очень сложно, что они натворили. Зачинщиков арестовали, повезли к Индару, но на пути их догнали адыги и силы освободили, причем казаки им не мешали, потому что понимали, что, ну, тут как бы правда вот на стороне этих арестованных. То есть, они их забрали из-под конвоя, вернули обратно, ну, и вот это все клубок клубился-клубился. Короче, едва не дошло до боевых действий, когда, ну, не послали уже там войска подавлять. В конце концов, в дело вмешался сам наместник Кавказа, князь Воронцов, до него уже дошли. Он распорядился, ну, в конце ноября 1846 года, то есть, Викторий Антар сказал, вызовите вот этих всех участников конфликта. Значит, и представителя враждующей партии тоже, и Малукорохова окружение, и Заводовский должен был разобраться, выслушать их претензии. Ну, он выслушал претензии бунтарей, условно в кавычках, дал согласие на отстранение от занимающих должностей всех ставленников Малукорова. Ну, то есть, выполнил их требования. И с предоставлением уже права в общество Станицы Гривенской, теперь изберите других по своему усмотрению. Ну, то есть, вот так вот. В итоге, значит, завершаем фразой такой, что 9 февраля 1847 года при полном сборе Станичного общества, командированный в Гривенскую полковник Борзик, прочел предписание князя Воронцова, в котором он отстранил от управления Станицей сторонников Малукорова и разрешал произвести перевыборы. И после этого торжественно вот эти перевыборы были проведены, причем беспристрастно им было сказано выборы новых станичных правителей. Хорошо, такой вопрос тогда. Как можно называть самых одних, кого, точнее, можно называть из самых знаменитых гривенских обедов? Да, хороший вопрос. И вот парадокс. Как ни странно, вот опять же, если обратиться к авторитету историка Егора Брацуна, который эту тему изъездил то ли поперек, вот я думаю, если бы его спросили, он бы сказал, ну, конечно же, наиболее известный житель гривенского черкесского куреня, кстати, такое название тоже было, то есть гривенский черкесский курень, потом 1842 года Станица, он бы сказал, ну, это, конечно же, Шапсук, Пшикуй, Давлет, Гиревич, Магукуров, о котором мы только что рассказали, ну, достаточно нелицеприятные факты. То есть вот такой парадокс, ну, как его объяснить? Ну, хороший вопрос, как это объяснить? Шокуй, такая неоднозначная фигура, как бы такой черкесский Суворов, с одной стороны, да, получается, успешный военнослужащий. Да, он явно многое успешно служил, награды, это вот с этим мы спорить не будем. Да, с другой стороны, крепостник, да, который вот хочет свою власть укрепить, увеличить свое богатство за счет других. Да, вот есть неоднозначная фигура в плане, ну, какой-то не очень порядочный, профессионал, но непорядочный. То есть военный профессионал, вот как Виталий сказал, черкесский Суворов, потому что, да, может быть, об этом тоже мало знают, что Суворов всегда беспокоился о своем хозяйстве, всегда следил за, там, как управляющие работают, писал письма, подробные инструкции, что вот там бабыли и женить, чтобы там все работали, чтобы там хозяйство крепостное, крепло, развелось и так далее. А при этом на благо России, там, на фронтах воин воевал и, как бы, вот так вот прославился, как великий полководец, но при этом он еще был обычный, нормальный хозяин, барин, крепостной, ну, крепостник, то есть тоже как-то у него все это сочеталось. То есть он приумножает свое богатство за счет, как бы, эффективного управления или который просто за счет грабежа своей жизни? Ну, вот как-то, то есть мы пришли к выводу, что, с одной стороны, генерал Пшикуй Магукуров, это очень известный выходец из гривенского кореня, как успешный военный, а с другой стороны, уважаемые зрители, подписчики, вы сами, ну, слышали, ну, о чем мы еще рассказали о нем, так что выводы делайте сами. Вот, ну, а если чуть подробнее, ну, все-таки, как бы, что значит успешный военный? Родился он в 1788 году в семье закубанских владельцев, дворян, то есть на тот момент, значит, был он магометанского вероисповедания, естественно, никогда в жизни он там, ну, никуда там в христианство не уходил и не собирался, был образован, знал несколько языков, например, читал и писал по-русски, по-татарски, по-турецки, знал арифметику, по тем временам это был очень образованный офицер. Начал служить России он еще в 1808 году, ну, рядовым казаком, кстати, участвовал в боевых действиях против Наполеона, это вот когда одна сотня Черноморского войска участвовала в заграничном походе и вообще в Отечественной войне 12-го года, то есть вот он в составе этой гвардейской сотни черноморских казаков воевал, ну, в Наполеоновские войны. Вот, затем его служба уже проходила на Кавказе, где он, ну, не раз проявлял себя как хороший военный. И служил так, что в начале Крымской войны он был уже генерал-майор, да. Вот, потом Шакуй Магукоров был начальником, атаманом Таманского военного округа, то есть вот эта вот неприятная история не помешала ему, как говорится, возвышаться по военной административной лестнице. Закончил он свою службу в 1859 году, ну, в итоге он прослужил России 50... 51 год. Вот, и от рядового казака до генерал-майора. Умер он в 1871 году, и, кстати, вот мы упоминали, что как такая память о нем на карте современного Краснодарского края осталась. Хутор Магукоровка есть до сих пор в Калининском районе современном. То есть вот так, то есть так человек этот прожил. И, кстати, ну, меня вот часто иногда заносят какие-то интересные, часто курьезные подробности Кавказской войны, да. И вот как раз с именем, ну, тогда еще не генерала, а офицера казачьего Пшикуя Магукорова связан один такой как раз юморной случай, описанный, мы упоминали этого автора в наших предыдущих выпусках, Михаил Федоров. Он написал там походные записки на Кавказе, и вот у него в одной главе есть такой раздел, который называется «Курьезный плен голок борц». Вот, ну, что там было. Это 1835 год, большая экспедиция генерала Вильяминова за Кубань, когда вот они эту геленджикскую линию строили, когда вот так вот вперед-назад ходили много раз от Ольгинского укрепления на Кубани до Кабардинки и Геленджика, вот прорезали эти все хребты, вот мы активные боевые действия при этом всем проходили, но там был один забавный случай. Вот какой. Значит, во время движения отряда, пишет Федоров, часов в пять утра по ущелью двигался отряд, где текла река с крутым изгибом. Ну, то есть, вот в каком-то таком месте с крутым изгибом, где не видно, что издалека надвигается, купались в ней два горца. То есть, ранним утром Мацион принимали два горца в этой речке. При этом из-за крутого изгиба реки они не видели, что вот там вот где-то сейчас совсем недалеко русские. Подполковник Пшикуй Магукуров с двумя конными черноморскими казаками и двумя мирными горцами, ну, то есть, это те самые гривенские адыги, то есть, из его числа, из его ула, вместе с ним, как бы, в этом отряде служившие, он по своему обыкновению ехал в полуверсте впереди авангардной цепи. Ну, то есть, вот какая-то рекогнозировка, разведка, наблюдение осуществлял и, ну, и командовал этими передовыми разведчиками. И вот они неожиданно выезжают на этих купающихся горцах. Они тоже увидели неприятеля, то есть, ну, русские там вроде, да, там конные. Вот. Они, то есть, неожиданно для них выехали из-за горы. Ну, если кто не в курсе, тогда все люди, как бы, в принципе, купались голенькими. То есть, никаких купальных костюмов тогда, ну, в природе не было. По крайней мере, на Западном Кавказе. Вот. То есть, они оказались, ну, скажем так, в неготовом, в невооруженном состоянии. Вот. Ну, их многовенно схватили, причем схватили их мирные земляки. То есть, гривенские адыги похватали этих, ну, видимо, немирных шамсугов, таких же, как они, да. Вот. Ну, и передали казакам. Вот. А Пшикой Магукоров, вот над всем этим стоящим командующим, сказал так, значит, поступим следующим образом. Значит, вы, казаки, спешатся должны. Свои вот эти пики лошадей, вот, держите. Ну, в смысле, вот, держите. Вот одной рукой, вот, ну, там, пика, вздечка. Вот. Это так. А другой рукой этих пленногорцев. Держите, контролируйте, чтобы они не сбежали. А я за это время, как бы, ну, вот, со своими двумя мирными, этими гривенскими простыми адыгами-казаками, поскочу к отряду, там, значит, дам распоряжение, и вам пришлют из резерва, ну, пехотный конвой, чтобы этих пленных, ну, забрать. Сразу встает вопрос, а как держать, на что Пшикой Магукоров сказал, что, ну, вы держите этих голых горцев, за что вам удобнее. Да. Ну, видимо, кто-то уже догадался. Да. Да. Вот. Ну, как только казаки остались одни, то есть, в одной руке пика и лошадь, а в другой, вот, где-то вот так они за хозяйство голых горцев держали. Или, может, не держали, но сейчас объясню, почему. То есть, как только казаки остались одни, то есть, вот, Магукоров со своими, ну, ускакал, они что-то там перемолвились быстро между собой, и одновременно очень сильно ударили казаков, ну, кулаками в лицо. То есть, те упали, упустили и пленных, и лошадей, то есть, ну, они их вырубили. Вот. Когда, ну, пехотный вот эти все уже отряд основной подошел к месту события, то они видят, лежат без сознания двое казаков, у них разбиты лица, кровью залиты, ну, без чувств. То есть, сознание потеряли, ну, солдаты начали там из речки на них воду там плескать, там, в чувства их приводить, ну, выяснять, что случилось. Ну, тут еще и, ну, подскакал, соответственно, начальник, говорит, ах, так, вы упустили пленных, как вы могли, вон, по 25 плетей каждому этим казакам он приказал дать. Но при этом, конечно, их спросили, ну, как так получилось, почему вы отпустили пленных, почему вот, ну, они так вырвались у вас легко, безоружные. Вот, ну, там было такое вот, как бы, оправдание, ну, предъявлено, что Пшикой Макукуров, конечно, дал такое распоряжение, не подумав, потому что казаки говорят, ну, это ж ваше благородие, ну, это ж, ну, кстати, это казаки черноморцы были, можно было бы, конечно, попробовать там, вот это вот на черноморской мове, балачки попробовать сказать, ну, не будем. Короче, сказали так, что, ну, как так, ваше благородие, это ж грех страшный, вот, держать человека за особые части тела, да еще от рождения некрещеные, то есть они ж вот басурмани-то, как мы этих басурман за их вот причинные места держать будем. Вот, причем, как пишет Федоров в объяснении, это как раз делалось на малороссийском наречии, вот с этими шо, гэ, да як же так, вот, что еще больше такого юмора добавляло, вот, всей этой сцене, ну, тем не менее, разрешилось все это так. То есть, когда, ну, Пшикой Магукоров узнал, что казаков хотят наказать, вот, ну, за это все, они отправдываются тем, что, ну, как они могли не христи, не крещенных азиатов за эти места держать, то есть он поскакал к начальнику отряда, сказал, что, ну, это я, видимо, виноват, я, как бы, ну, не подумал об этом, да, и, короче, и спросил им прощения, и еще по полтиннику дал, по 50 копеек каждому, за, вот, за разбитые лица, и вот за те, как бы, риск. Ну, судя по всему, просто эти два казака горцев ни за что не взяли. Они просто, ну, как это так, типа, они стояли рядом, они там как-то, ну, там, чем-то там, как это говорят, минжевались, и тут они решили, как бы, ловко сбежать, но они это и сделали. То есть, вот, такой, ну, скажем так, культурологический казус произошел. Ну, ладно, все-таки, раз мы говорим о событиях Кавказской войны, опять же, ну, не будем даваться в подробности, скажем так, что за все эти годы адыгские всадники из гривенской черкесской станицы активно сражались на стороне России. А вот после Кавказской войны войсковое начальство предложило им такие варианты. Ну, или вы возвращаетесь за Кубань уже в общество замеренных горцев, что уже вам там делить с ними, да, или давайте зачисляйтесь в войсковое сословие с правами и обязанностями обычных казаков. То есть, теперь будет обязательная служба, а не только добровольный выход в экспедиции. То есть, а казаки, это же там вот это служение в полку первой очереди, потом в резервист, там, в полку второй, третьей очереди, там, ну, и материальные определенные, как бы, ну, напряги есть по этому поводу. Ну, то есть, уберем у вас вашу главную привилегию. Воинскую повинность вы отбывали на добровольных началах, а теперь это будет обязательная военная служба, ну, естественно, более тяжелая, ну, к которой вы привыкли. Ну, конечно, жители гривенской черкесской станицы предложение-то не приняли. Вот, они сказали так, мы хотим, чтобы все оставалось по-прежнему, то есть, как было. Ну, начались долгие переговоры. Большинство из них, значит, составило такой, как бы, приговор, письменную просьбу. С просьбой, все-таки, ну, как бы, их уговорили написать просьбу о зачислении войсковое сословие, что было утверждено 29 апреля 1876 года. То есть, ну, можно сказать, что их уговорили. Не хотите жить с своими бывшими недругами, теперь мирными горцами, ну, ладно, будьте обычными казаками. Не хотели, их уговорили. Но, правда, через некоторое время они, теперь уже, ну, жители гривенской черкесской станицы, стали домогаться разрешения нести службу по-прежнему, вольными всадниками. То есть, сказали, типа, ну, как-то мы передумали. Вот. И тогда эти домогательства, ну, как бы, не достигли успеха. То есть, им сказали, так, ребята, как бы, вы хотите опять быть вольными всадниками, как раньше? Нет. Тогда давайте так. Если вам не нравится, можете вообще из войскового сословия, ну, отчислиться, исключиться. Если, ну, так вам хочется. Тем более, что там войсковое правительство кубанского казачьего войска приводило там им всевозможные доводы, что не надо вам этого делать, успокойтесь. Но гривенские адыги, как бы, никаким советом не внимали и стояли на своем. То есть, мы хотим обратно. То есть, мы передумали. Ну, пока шли эти тяжбы, конечно, в течение, вот, 1800, где-то, 80-х годов. Казаки-адыги, ну, куда им деваться-то? Они им служили в строевых частях кубанского казачьего войска, то есть, в конных полках, в дивизионах, там часто состоя на офицерских должностях. Так, например, в русско-турецкую войну 1877-1878 годов они активно принимали участие. А потом, в феврале 1881-го, казаков-адыгов из Гривенско-Черкесской и Суворова-Черкесской станиц за участие и службу в этой войне наградили бронзовыми медалями. Всего наградили 93 человека. Причем, в списках они проходили, как обычные, ну, чины кубанского казачьего войска. То есть, они там были названы урядниками, приказными, казаками и так далее. Вот. Ну, и дальше это продолжалось. Например, в 1885 году в кубанском казачьем дивизионе служил казак Джамбулет Бжассо. А в Таманском конном полку служил Совмав Беслиний и Эбергам Деды. А во втором Таманском льготном конном полку служили казаки Муса Бадже и Гатазук Гачак. Ну, то есть, вот таких имен, фамилий можно назвать было бы много. То есть, да, это они уже были, получается, обычные кубанские казаки. Но все-таки, как говорится, через время гривенские адыги добились своего. Значит, 19 августа 1888 года вышел приказ по военному ведомству об исключении жителей станицы Гривенско-Черкесской, кубанского казачьего войска, из казачьего сословия с обращением в первобытное состояние. Станицу, ну, как бы тоже исключили из списков вот этих станичных и поселковых обществ войска. То есть, ну, вот как-то так. Ну, правда, ну, все, исключили. А потом практически сразу жители опять стали проситься зачислить их обратно в войско. То есть, вот такая карусин была. Вот. Они подавали многочисленные просьбы прошения, но безрезультатно. Причем дошли даже в своих просьбах до личности этой императрицы. Ну, то есть, на ее имя уже прошение даже написали в 1891 году. Ну, ну, и на него тоже получили отказ, потому что уже, наверное, власти устали. То так, то так, то так, то так. И окончательным приказом по кубанскому войску от 18 сентября 1892 года Гривенско-Черкесская станица уже точно окончательно упразднялась. Жившие в ней адыги казаки исключались из войскового сословия и должны были расселиться по закубанским аулам. А что их так бросало-то из-за остальных сторон? Слушай, вот, Виталий, хороший вопрос. Как будто они чего-то боялись. Ну, или не боялись, может быть. Ну, какое-то вот у них было какое-то, видимо, опасение, потому что, ну, как-то их бросало туда и сюда. Может быть, можно сказать, что, ну, чего они могли опасаться? Ну, с одной стороны, вот эта обязательная и довольно тяжелая, ну, и в финансовом плане казачья служба, она их тяготила. Это одна сторона. С другой стороны, ну, вот, если почитать документы, чем они еще мотивировали свое, уже не помню какое, желание вернуться в кубанское войско казачьей, уже из-за кубанских олов, куда их все-таки вот, ну, отправили. Что они писали? Ну, то есть, получается, что, ну, припомнили. Старые счеты начали сводить. То есть, да, действительно, после своего расселения вот в эти закубанские аулы, гривенские адыги, ну, весьма неоднозначно воспринимались адыгами, которые жили там, да? То есть, да, и религиозное родство, и этническое родство, но все-таки вот они в гривенцах выделили казаков. То есть, они были, говорят, вы казаки, вы не адыги, и вы еще когда-то сражались и воевали против нас. Поэтому, ну, и они как-то держались с особняком, то есть, вот, психологически в каком-то одном поселении, где вот оказывались и те, и те, горцы четко делились на тех, кто служил России в прошлом, и тем, кто ей не служил. Причем это продолжалось, ну, вот, по крайней мере, в начале 20-го века. Так, советский этнограф Апанас Бишкович во время своей экспедиции по станицам аулам за Кубанье в январе 1924 года в своем дневнике о гривенцах, о том, что они как-то вот особые адыги, писал так. 15 января 1924 года. Аул Панахес. Сегодня я прибыл к черкесам племени шапсугов. Среди шапсугов есть гривенцы. Это те гривенцы, которые жили в гривенском ауле близ нынешней станицы гривенской, которые в племенном отношении составляют конгломерат всех племен, перебежавших к русским. Они первые перешли на сторону русских. То есть, ну, вот как-то так, да. Ну, кстати, вот тут Панахес упоминается и так далее. Да, то есть, получается, когда вот началось расселение, сперва, кстати, часть гривенцев расселили в станицу Суворова-Черкесскую, это которая до 1924 года была. Ну, она просто существовала дольше, но и потом ее расселили по большей части в Ау-Матухай. Так что потомки гривенских адыгов сейчас живут много где. Ну, например, в Псейтуге живут. Вот тут упоминали Панахес. Ну и так далее. То есть, вот как-то так. Понял. Такая судьба была у черкесских казаков, которые, в отличие от всех упомянутых нами, мирных черкесов, служивших в казачьих подразделениях, почти сто лет находились вот в этом состоянии. Ну, вот мы и услышали эту историю знаменитой гривенской, черкесской, станицы аула Куреня и так далее. Да. Вот. В следующем выпуске мы будем еще говорить, кто там у нас остался. Ну, есть планы, видимо, что это не все подразделения российской армии, так или иначе состоящие из западных адыгов. В том числе и был и Лобинский такой, конный регулярный эскадрон. Но это мы уже, наверное, будем больше рассматривать в свете вот такого понятия, что были целые мирные черкесские племена. То есть, ну ладно, там выходцы из Натухая. Ладно, выходцы из среды шапсугов и других приморских черкесов. А тут вот такой вот массив был, ну, например, бжедуги и темиргоевцы. Вот здесь мы будем говорить о мирных черкесских племенах, как они вот так вот выстраивали отношения с российскими властями, не только, ну, а вот и, соответственно, их как бы, от их числа, вот это подразделение, которое мы упомянули, оно уже из них формировалось. Ну, это уже будет другая история. Это посмотрим дальше. Ждите новых выпусков. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова